Добрый день всем. Меня зовут Андрей, и в этом видео я хочу поделиться своим отзывом на тренинг Павла Колесова «Сама Гипноз-1». Отзыв нужен для того, чтобы зафиналить основную часть и перейти на ВИД-блог. И, соответственно, мне предлагается ответить на несколько вопросов. Я буду их зачитывать и по мере продвижения по этим вопросам буду отвечать. Итак, что особенно понравилось на тренинге? Особенно мне понравилось то, что Павел вкладывается в тот продукт, который создает. Это, безусловно, вызывает у меня доверие. Значит, следующий вопрос. Какие три самых ценных фишки вы поняли, которые точно внедрите или уже внедрили? В тренинге я нашел три важных момента. Это не то, что там фишки, а вот именно важные моменты, на которые стоит обратить внимание, которые для меня являются в Сибири с ценными. Во-первых, это техника благодарность себе, ну или благодарность своему подсознательному. Простая, очень эффективная техника связаться со своим подсознательным. Меня, если честно, удивляет, почему до сих пор она так мало распространена. Второй момент, который мне очень понравился, очень был полезен. Я понял, что анемистика – это одно из базовых состояний сознания. Вот и трансоваться, в принципе, можно каждый день и довольно-таки просто, без помощи кого-либо. Ну, по результатам тренинга я сам стараюсь трансоваться каждый день, либо перед сном, либо утром, сразу после пробуждения. Это несложно, занимает всего 15-20 минут времени. Очень редко бывает у меня, получается, еще и днем отранцоваться. И третий момент, очень важный для меня, который показался именно мне важным, это то, что транс – это управляемый… Главное в этом, в управлении этим процессом тренироваться и делать эту тренировку на регулярной основе. Так, следующий вопрос. Какой способ погружения в транс вам больше всего понравился? Ну, безусловно, это точка, без комментариев. Кому интересно, разбирайтесь, все будет хорошо. Почему вы выбрали именно этого тренера и этот тренинг? Почему я выбрал именно Павла Колесова в качестве тренера? Тут два момента. Поначалу Павел удивил своей готовностью вкладываться в то дело, в которое он верит, которым он занимается. Ну, соответственно, возникло доверие. А вот потом, когда я стал разбираться, я понял, что действительно он предоставляет очень качественный контент. Это очень важно. То есть это не мысли, которые надерганы, как у некоторых тренеров бывают, там умные мысли из книжек, из учебников, из прохождения этими тренерами тренингов других тренеров. Переварено, как правило, у Павла действительно чувствуется, что он пропустил это через себя, пропустил это через свое окружение. И, безусловно, таких тренеров пока на просторах нашего интернета не очень много. Почему вы можете рекомендовать этого тренера и этот тренинг? Что бы вы посоветовали потенциальным покупателям, которые еще сомневаются купить этот тренинг или нет? Вот, с выбором тренера стоит или не стоит выбрать Павла? Знаете, вот принципиальным поделюсь. Вот я не даю, не хочу давать рекомендации тренерам или тренингам в жанре personal development. Ну, именно потому что это personal, то есть это личное, и здесь каждый решает сам, что ему подходит, что не подходит. Вот, ну, если касаемо, человек выбирает именно Павел, не Павел, да, и что посоветовать? Я бы посоветовал посмотреть, поискать на просторах Ютьюба всякие бесплатности от Павла. Их много довольно-таки, ну, даже на этих бесплатностях Павел тоже вкладывается очень так значительно, и каждый может понять на самом деле, его тренер не его. Если его берите, если не его, то не берите. Что можно сделать лучше в тренинге? Безусловно, вот в тренингах Павла есть моменты, которые, на мой взгляд, подчеркиваю, на мой взгляд, напрягают, и их стоит исправить. Вот я не думаю, что это особо важно для Павла, а потом, и, наверное, не стоит детализировать это, не стоит детализировать, потому что кому-то, может быть, наоборот, это нравится. И, может быть, мое субъективное мнение может убрать навсегда что-то важное из тренингов Павла. Кто его знает? Насколько вам удалось научиться входить в транс прямо во время тренинга? Насколько это оказалось для вас просто? Да, просто. Я думаю, вот мне удалось научиться это делать за время тренинга. Хотя, но если быть до конца честным, вот я думаю, что без предварительной подготовки в практиках медитации мне бы было так легко. Хотя, ну, может быть, понадобилось бы больше времени. Больше времени. На какую сумму вы оцениваете те знания, умения и навыки, которые вы получили на тренинге? На какую сумму? На какую сумму? Вы знаете, однозначно это больше пяти тысяч. Но вот так вот говорить будет не совсем корректно. Почему? Потому что Павлу удалось создать систему личностного развития. Это именно система. То есть это комплекс мероприятий, комплекс тренингов. И один тренинг вне рамок системы, он, ну, по сути дела, он не имеет смысла. Он не имеет смысла. И, наконец, последний вопрос. Окупился ли у вас тренинг? Если да, то во сколько раз? Вот тренинг, наверное, все-таки не окупился. Не окупился. Это не бизнес-тренер, а это тренинг личностного роста. И тут непонятно, вырос ты, не вырос. Все это очень субъективно. Хотя, ну, мне кажется, что да. Да, да, это интересно. Но вот именно как-то монетизации здесь нет. Монетизации здесь. Наверное, говорить неуместно. Вопросы закончены. Ответов тоже у меня больше нет. Всем пока. Спасибо за внимание. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...